Время самых больших ралли альткоинов в истории их существования Казалось, что любой существующий альткоин дал как минимум сотню иксов в это время Фактически все происходило категорически просто и ваша рыбалка сводилась к тому, чтобы засунуть руку в ведро с рыбой Но лишь до тех пор, пока не начался медвежий рынок Тогда-то и наступил гейм-овер для сверхприбыли на растущем рынке альткоинов Это и был конец цикла Бычьи рынки, медвежьи рынки, взлеты и падения, все это часть цикла И как все циклы, они имеют тенденцию повторяться Это лишь вопрос времени, когда мы снова станем свидетелями очередной эйфории И пока все в панике бегут, мы понимаем, что это то самое время, когда нужно искать проекты, которые имеют большие шансы на успех О семи таких проектах сегодня и пойдет речь Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди И поехали Поставьте лайк, пожалуйста BAT, Basic Attention Token Может быть одним из самых революционных криптопроектов на рынке Так как стремится изменить само понимание рекламы в интернете, награждая вас за ваше внимание Так же как и Bitcoin родился из глобального финансового кризиса, BAT рождается из кризиса онлайн рекламы, в котором находится эта индустрия Ведь с появлением таких компаний, как Google и Facebook, приватность пользователя ставится под большой знак вопроса Так же поводов для беспокойства добавляет увеличивающееся слежение за пользователями, основанное на модели трекинга и профилирования Если вы смотрите это видео, то вы наверняка пользуетесь веб-браузером Возможно, даже Brave-браузером Лидером этого проекта является Брэндон Эйх, пионер программирования, соснователь Mozilla и Firefox, а также создатель языка программирования JavaScript Если кто и знает, как создать качественный веб-браузер и поднять его со дна в топ, то это он Brave-браузер это одна из тех самых историй успеха крипторынка Команда BAT создала нативно понятный браузер, который строит большую цифровую рекламную экосистему вокруг своего родного токена BAT Токен BAT это нативная валюта, которую использует система Пользователи получают награду за свое внимание и больше не будут вынуждены жертвовать своей личной информацией, приватностью и прочими опытами пользования интернетом Количество пользователей браузера Brave со временем только растет И даже сейчас он уже может конкурировать с такими браузерами, как Chrome и Firefox Brave-браузер это пионер отрасли, который делает криптовалюту мейнстримом, включая ее в качестве вознаграждения на своей платформе BAT это один из тех редких альткоинов, которые решают конкретную невыдуманную проблему и имеют большие шансы на успех в долгосрочной перспективе Поэтому вопрос звучит совершенно не «если Brave перевернет рекламную игру», а «когда Brave ее перевернет» Блокчейн и смарт-контракты без сомнения революционны и бесполезны По крайней мере до тех пор, пока не смогут получить доступ к достоверной информации реального мира И именно тогда в дело вступает Chainlink Грубо говоря, это такой секретный агент, который находит достоверную информацию в реальном мире и включает ее в мир блокчейна, чтобы смарт-контракты могли ее использовать Chainlink это связующее звено между смарт-контрактами и реальным миром Его цель – заполнить эту брешь, образовавшуюся между блокчейном и устаревшими системами Ребята, сегодня, чтобы умному контракту понять, выплачивать деньги или нет, ему в 99% случаев нужны данные, которые находятся вне блокчейна Сейчас смарт-контракты не такие уж и умные, потому что этих данных нет Для этого есть все возможности, но на данный момент интеграция с внешними данными через IP очень сложная Это очень долго и дорого К тому же до сих пор не существует децентрализованной системы поставщиков этих данных Такой системой и стремится стать Chainlink Сервера, которые будут доставлять данные из реального мира в мир блокчейна, называются оракулы Поэтому Chainlink можно понимать как децентрализованную сеть таких оракулов Сам токен-линк важен для функционирования всей системы Например, клиенты будут оплачивать услуги именно ими Поэтому если вы являетесь сторонником идеи, что смарт-контракты станут чем-то большим в будущем То тогда Chainlink станет ядром этого будущего Ведь он решает проблему, с которой сталкивается любая платформа для смарт-контрактов И не важно, что это за платформа Эфириум, Трон, Кардана Любой из этих проектов нуждается в оракулах, чтобы связываться с реальным миром Это называется Oracle Problem Проблема, не дающая свободно жить смарт-контрактам И Chainlink ее пытается решить Hyundai, LG, Samsung Что будет, если соединить самые инновационные компании планеты с блокчейном? Ребята, этому уже есть название И это Icon Ваша физическая ID-карта или паспорт станет отголоском прошлого Ведь Icon стремится создать MyID Alliance Компания, породившая Icon, называется IconLoop Недавно в Южной Корее она стала героем заголовков Внимание людей приковано к новому сервису идентификации, основанному на блокчейне, который называется MyID Этот проект обещают запустить в 2020 году И этот сервис полностью переосмыслит способы использования, аутентификации людьми и бизнесами в привычной повседневной жизни MyID Alliance на данный момент поддерживается 39 партнерами из различных, как финансовых, так и не финансовых секторов Которые работают над распространением инноваций по всему миру Это в свою очередь открывает множество способов использования для токена ICX На данный момент IconLoop работает над внедрением MyID в смартфоны Например, Samsung является партнером этой компании Поэтому очень вероятно, что в скором времени мы увидим MyID в смартфонах Galaxy от компании Samsung Рожденная в медвежьем рынке криптовалюта Energy стала известной многим трейдерам благодаря вот этому безумному росту в 2019 году И этому росту есть множество причин Она имеет в себе большинство функций, которые вы ожидаете увидеть в блокчейн-проектах Децентрализация, анчейн-управление, собственный кошелек и сделки, которые не нуждаются в доверии друг к другу И это не полный список Но что действительно выделяет ее, это самофинансируемая казначейская система Вы можете создать лучшую криптовалюту в мире Но это все равно не будет играть роли, если никто о ней не узнает Проект сможет преуспеть только если будет иметь финансирование Если вы посмотрите на такие компании, как Nike или Apple Вы поймете, что эти компании такие успешные, потому что тратят много денег на маркетинг Они могут себя пиарить, могут и умеют Именно поэтому они такие успешные И в связи с этим Energy взяла идею самофинансируемого казначейства И вывела ее на новый уровень с одним из наибольших процентов и всех других блокчейнов 40% ребята 40% выпуска токенов идут в казну И эти деньги используются для маркетинга и развития проекта Это сделано для того, чтобы обеспечить долгосрочное выживание проекта Предоставляя средства для улучшения технологии, роста сообщества и привлечения разработчиков Это очень повышает шансы на успех Для Energy 2020 год станет годом принятия, в том числе и в качестве оплаты В ближайшие годы Energy стремится сохранить тысячи полноправных участников И функционировать как мощная глобальная организация В отличие от всего, что можно увидеть в пространстве криптовалют Energy продолжит расширять маркетинговые усилия и упрощать использование протокола Для быстрого увеличения спроса и принятия Apple Это цифровая валюта All-in-One Все включено, которая объединяет в себе все функции мейнстримных криптовалют Apple вошла в историю как первый проект, использовавший шардинг в активном блокчейне Я когда-то уже объяснял, что такое шардинг Если нужно, погуглите В 2020 году компания планирует сфокусировать усилия на достижении настоящего массового принятия Первоначальной целью станет Африка, где компания уже имеет партнерство Например, с DF Group Благодаря этому партнерству, в Apple надеются получить доступ ко всем 54 нациям континента Это, ребята, в суммарности составляет 1 миллиард и 200 миллионов человек Это очень масштабно Компания также разрабатывает инструменты, призванные достучаться до массового принятия Это собственный кошелек и приложение для него, например Мобильное приложение будет иметь QR-код и все торговые функции Это поможет Apple приобрести вес в торговой сфере по всей планете Цели проекта очень амбициозны, если говорить сдержанно Если не сдержанно, еще громче будет звучать Но проект стремится стать криптовалютой для всех способов использования Если команде удастся достичь хотя бы части поставленных целей Apple может стать одной из топовых криптовалют в будущем Поэтому определенно она заслуживает того, чтобы вы за ней наблюдали Роль финансов в мире растет так быстро, как никогда раньше Фактически это 300-триллионный рынок, если выражать его в долларах США Fusion Это экосистема, помогающая взаимодействовать нескольким финансовым продуктам или их производным Например, страховым соглашением, валютным учреждениям, научно-исследовательским институтам, фиатным компаниям и так далее За последние 12 месяцев компания заключила более 40 партнерств Fusion представили свой Mainnet в июне Сегодня в главной сети насчитывается более 300 нодов Создатели криптовалюты Fusion выпустили на рынок инновационный криптопроект Который способен открыть доступ всем клиентским счетам для свободного перехода из одной сетевой зоны в другую И при этом даже не потеряв личные средства В списке технологий, используемых сетью, можно найти ускорители переводов, гибридный консенсусный механизм и чего там только нет Однако наиболее волнительные технологии еще будут внедряться, причем, говорят, уже даже до конца этого года Например, это запуск того, что называется Distributed Control Right Management Это, по сути, онлайн-ключи для работы с маркерами блокчейн-цепочек Хранение и передача информации осуществляется после получения доступа к этой или иной зоне владельцам токенов или их получателям Проще говоря, ребята, эта технология решает проблему несовместимости блокчейнов Этот Distributed Control с помощью шардинга Опять сегодня, второй раз уже вспомнили о шардинге Распределяет ключи между нодами в сети Это позволяет кастодиальному аккаунту контролироваться децентрализованным блокчейном Ну и называет весь этот фарш децентрализованным распределенным кастодиальным сервисом Эта технология будет использоваться банками, биржами, компаниями, которые предоставляют кастодиальные услуги и другими Для улучшения взаимодействия, оперирования и, конечно же, безопасности Я думаю, ребята, что 2020 год будет большим годом для Fusion Так как они продолжат развивать эту удивительную технологию и двигать ее к глобальному принятию И последний проект на сегодня, опять южнокорейский Он очень хочет вас поразить и зовут его Фантом, конечно же Удивителен он тем, что эта криптовалюта не использует блокчейн Вместо него Фантом использует инновационную технологию DAG Фактически Фантом это сеть, использующая параллельные цепочки данных Новые способы масштабируемости и высокопроизводительную виртуальную машину Грубо говоря, эта сеть может делать абсолютно все с помощью интернета и при этом очень быстро Например, ее можно использовать как нервную систему для умного города, назовем это так Это может быть умный дом, коммунальные услуги, охрана здоровья, образование, дорожные движения и трафик, управление ресурсами, экология и так далее Фантом может выступать в качестве хребта для целого организма из множества девайсов, подключенных к интернету вещей Кроме того, что Фантом работает не на привычном для криптовалют блокчейне, он также имеет свой собственный консенсус и здесь выделился Этот консенсус называется Лекисис Который позволяет Фантому проводить транзакции практически мгновенно и запускать смарт-контракты на высокой скорости Например, в недавних тестах Фантом показал 25 тысяч транзакций в секунду Разработчики говорят, что когда проект будет полностью запущен, он будет способен развивать скорость в 300 тысяч транзакций в секунду Другие криптовалюты, основанные на DAG, имеют похожие амбиции, но Фантом, в отличие от них, умеет запускать смарт-контракты Недавно компания представила свое решение, с помощью которого институциональные учреждения или даже правительства смогут выпускать свои стейблкоины, обеспеченные фиатом Этим решением уже пользуются некоторые компании Ребята, и напоследок я могу вам сказать только одно Будьте жадными, когда другие боятся Когда все бегут в испуге, знайте, это самое время быть оптимистом Именно в такие периоды и делают действительно большие деньги Кстати, я еще заинтересовался темой DeFi Очень там пахнет прибылью Наверное, сделаю по этому поводу видео Напишите в комментариях, если хотите, или поставьте лайк Ну а меня зовут Богатейший Иди, обязательно напишите в комментах, какие проекты вас вдохновляют и за какими вы будете следить в 2020 году Который наступит уже через месяц Вау, как быстро летит время Такая скорость времени заставляет задуматься, на что его тратить И хочется тратить его на что-то полезное Поэтому подписывайтесь на канал Делитесь видео с друзьями Комментируйте Тратьте время с умом И обязательно богатейте Увидимся завтра или послезавтра Пока И спасибо за просмотр и поддержку Он очень хочет вас поразить И зовут его Фьюжн, хотел сказать Фантом, конечно же Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok